Кладоискатель Открывает сегодняшнюю десятку рубль Николая II 1904 года. Монета эта достаточно редкая, тираж ее составил всего 12 010 экземпляров, поэтому ценится она намного дороже, например, золотых 5 и 10 рублевок того же года, которых было отчеканено несколько миллионов. Изготовлена монета из серебра 900 пробы, номинальный вес ее 20 граммов, фактически 19,72. И что самое интересное, такая нечастая монета была найдена с помощью металлодетектора нашим с вами камрадам-кладоискателям. Рубль Николая II 1904 года был выставлен на торги с 15 000 гривен. Лот получил 106 ставок и окончательная стоимость составила 36 550 гривен. 1369 долларов или 79 456 рублей. Девятое место на этой неделе занял Георгиевский крест второй степени за номером 33 815. Георгиевский крест – награда в русской императорской армии с 1807 по 1917 года. До 1913 года награда имела название «Знак отличия военного ордена». Ну а название «Георгиевский крест» имело неофициальный характер. В 13-м же году 20-го столетия знак отличия военного ордена был официально переименован в «Георгиевский крест». Награда имела 4 степени. Первая и вторая изготавливались из золота, третья и четвертая – из серебра. Изначально кресты первой и второй степени изготавливались из высокопробного золота. Но в 1915 году в связи с трудностями войны проба золота была снижена до 60-й. Всего с 1914 по 1917 года было вручено около 65 тысяч Георгиевских крестов второй степени. 16 декабря 1917 года Георгиевский крест был упразднен. Георгиевский крест второй степени за номером 33 815 был выставлен на торги с 5 555 гривен. Лот получил 49 ставок и окончательная стоимость составила 41 100 гривен. 1539 долларов или 89 347 рублей. Восьмую строчку сегодня заняли 20 копеек 1931 года. Монета эта – одна из самых дорогих монет ранних советов. Она является старым образцом 20 копеек 1931 года. Новый образец стали чеканить из дешевого никелевого сплава. Тираж этих монет неизвестен, но судя по их ценникам крайне мал. Что интересно, на этой неделе на аукционе Виолити было представлено сразу 3 серебряных 20 копеечника 1931 года. И у первой из них серьезно подкачало состояние, поэтому продана она была всего за какую-то 21 тысячу гривен. Ну а две другие получили более высокую цену. Первая из них – 43 212 гривен. Ну а эта была выставлена на торги с 20 тысяч гривен. Лот получил 15 ставок и окончательная стоимость составила 43 500 гривен. 1629 долларов или 94 565 рублей. На седьмой позиции сегодня расположился динарий Марка Антония. Марк Антоний – римский полководец, военный и политический деятель в последние годы существования Римской Республики. После убийства Цезаря в 44 году до нашей эры, Марк Антоний вместе с Октавианом Августом и Марком Эмилием Липидом создали триумвират. Так называемые соправители перебили множество богачей, личных врагов и даже казнили известнейшего оратора и философа Цицерона. После этого Марк Антоний перебрался в Египет, где неплохо проводил время с Клеопатрой. Но Октавиан Август решил из Римской Республики сделать империю, пошел войной на Марка Антония и вынудил его и возлюбленную его Клеопатру в августе 30-го года до нашей эры покончить свои жизни самоубийствами. Монета, представленная на аукционе Динарий Марка Антония. Отчеканен он летом 40-го года до нашей эры. Вес монеты 3,76 грамма и находится она в отличном состоянии. Динарий Марка Антония был выставлен на торги с 20 тысяч гривен. Лот получил 166 ставок и окончательная стоимость составила 47 800 гривен. 1790 долларов или 103 913 рублей. Шестое место на этой неделе занял лот под названием Пектораль. Но любителей сенсаций попрошу расслабиться, это всего лишь монета. Пектораль – золотая памятная монета номиналом 100 гривен. Она посвящена непревзойденному шедевру элино-скифской ювелирной промышленности – золотой пекторали, что была выкопана археологами в скифском кургане в Днепровской области в 1971 году. Монета же была введена в обращение в июле 2003-го. На аверсе ее изображена витая часть пекторали с растительным орнаментом, малый герб Украины, номинал и год чеканки. На реверсе на фоне кургана изображена пектораль с увеличенными ее фрагментами, лошади с жеребцом на вершине кургана и двумя мужчинами с кожей животного внизу. Номинал монеты 100 гривен. Изготовлена она из золота 900-й пробы. Номинальный вес 31,1 грамма. Тираж всего 1500 экземпляров. Пектораль была выставлена на торги с 1000 гривен. Лот получил всего две ставки. Монета была продана за 50100 гривен. 1876 долларов или 108 913 рублей. Пятую строчку нашего рейтинга самых дорогих лотов недели занял сегодня торквес. Торквес – кельтская разновидность шейной гривны. Культовое украшение, которое носили в основном вокруг шеи. Предмет этот, как и положено, найден с помощью металлодетектора. Регион находки – Хмельницкая область. Ну а возраст артефакта – около 2500 лет. Торквес изготовлен из бронзы. Размер, к сожалению, в описании к лоту указан не был. Кельтский бронзовый торквес был выставлен на торги со стартовой цены в 10 тысяч гривен. Лот получил 215 ставок и окончательная стоимость составила 50 999 гривен. 1910 долларов или 110 867 рублей. На четвертом месте сегодня расположилась свадебная медаль 1841 года. В 1839 году будущий император, а пока только князь Александр II, поехал в Европу на поиски супруги. Все немецкие пассии были им отвергнуты и он уже было решил посетить Туманный Альбион в надежде там попытать счастье, но задержался на денек в Дарнштадте, куда его пригласили посетить театр. Вот там будущий самодержец и увидел 14-летнюю принцессу Максимиану Вильгельмину Дарнштадтскую. Ну а в 1841 году на 16 апреля была назначена свадьба. Папаша Александра Николай I утвердил создание памятной золотой медали в честь этого события. Для раздачи на гуляниях было изготовлено всего 50 таких медалей. Правда по окончанию торжеств было изготовлено еще 250 экземпляров. Неизвестно сколько из них дожило до наших дней, но по каталогу Биткина свадебная медаль имеет примечание R3, то есть она действительно редчайшая. Медаль представленная на аукционе изготовлена из высокопробного золота. Вес ее 24,8 грамма, диаметр 36 миллиметров. Памятная медаль в честь бракосочетания наследника престола была выставлена на торги с 1 гривны. Лот получил 106 ставок и окончательная стоимость составила 68 100 гривен, 2550 долларов или 148 043 рубля. Открывает тройку брезеров этой недели бронзовый меч. Меч этот изготовлен более трех тысячелетий назад. Датирован он 12-м десятым столетиями до нашей эры и относится к гольштадской культуре. Археологической культуре, что была распространена преимущественно в Центральной Европе и на Балканах. Носителями которой были уже упомянутые сегодня кельты. Ну а на нашей территории гольштадскую культуру представляли фракийцы. Меч, представленный на аукционе, имел бы идеальное состояние, если бы не изогнутость. Хотя и этот недостаток придает особой аутентичности древнему бронзовому артефакту. Меч гольштадской культуры был выставлен на аукцион с 1 тысячи гривен. Лот получил 132 ставки и окончательная стоимость составила 92 тысячи 400 гривен. 3 тысячи 460 долларов или 200 тысяч 870 рублей. Почетное второе место на этой неделе занял наконечник Копьян. Наконечник этот реально уникальнейший. Он имеет отношение к Готам. Находки по которым сами по себе нередки для наших земель. Но вот Готское Копье в сочетании с инкрустированными на нем серебром и золотом с армадскими тамгами до сих пор на аукционе не встречалось. Размер Копья 15 сантиметров. И в таком виде оно показалось на свет спустя более чем полтора тысячелетия. Умелые руки реставратора дали артефакту новую жизнь. И теперь вместо того, чтобы сгнить в земле, древнее оружие будет украшать чью-то коллекцию. Наконечник Копья был выставлен на торги со 100 гривен. Лот получил рекордное на этой неделе 314 ставок и окончательная стоимость составила 93 400 гривен. 3 498 долларов или 203 043 рубля. Ну а первое место в нашем рейтинге самых дорогих интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити, занял опять-таки Ауреус Донатив императора Тацита. Почему опять-таки? Да потому что, если вы помните, эта монета уже продавалась. И ажиотаж тогда был нешуточный. Двойной Ауреус был представлен в девятом выпуске лучших лотов недели. И вот отрывок из него. Акцентировать внимание на биографии Марка Клавдия Тацита не стану. Скажу лишь, что правил он Римом недолго, с 275 по 276 года. Был знатоком произведения искусства и очень любил читать. Двойной Ауреус Биньо, императора Тацита, найден с помощью металлодетектора. И находка эта поистине уникальна. В мире известно всего 4 подобные монеты. У двух из них, включая эту, одинаковые аверсы профили императора. Но вот подобное сочетание аверса и реверса, то есть штемпельной пары, до сих пор не встречалось. То есть монета эта уникальна и не имеет аналогов. Не повлияла на рост цены, но все же придала изюминку монете граффити на ней. Выполненная скорее всего варваром владельцем артефакта, носившим на себе Биньо как украшение. Итак, внимание. Номинант на лот года. Двойной Ауреус марка Клавдия Тацита был выставлен на торги с одной гривны. За лотом следило 1963 человека. Монета получила 167 ставок и окончательная цена составила 501 776 гривен. В общем, не знаю по какой причине, но сделка не состоялась. Монета выкуплена не было и спустя полгода Биньо снова появился на торгах. Ауреус Донатив императора Тацита был выставлен на торги с одной гривны. Лот получил 240 ставок и окончательная стоимость составила 280 301 гривну. 10 498 долларов или 609 350 рублей. Ну что ж друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот обзор вдохновил вас на поиски своих не менее интересных и дорогих артефактов. Если вам понравилось это видео и вы желаете помочь в развитии канала, сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей, чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор. Буду очень благодарен. Также вступайте в мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте. И не забывайте подписываться на канал, ведь впереди у нас еще много интересного. На этом все. С вами был ваш друг и соратник, кладоискатель, анархотурист. До новых встреч, друзья. Все будет хорошо. Деньги бывают, такое бывает, такое бывает. Но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку. Мани, мани, мани.